Томм Рейдер Ледженд Хоть я и сказал в конце, что мне эта игра понравилась, честно вам сказать, она мне не очень... То есть послевкусие после нее было немножечко, скажем так, печальное, потому что что сделали с серией, и что вообще сейчас не делают, честно сказать, просто хочется аж кричать. Давайте заходить в Крофт Маннеры. Так, у нас костюмы какие тут? Ледженд, Байкер. Ивнинг Рипт, Винтер, Нол Коуд. Давайте Байкер. Континю. Я искал некоторые артефакты, написано. Сейчас мы пробежимся, и я такой маленький, скажем, как подкаст сделаю для себя и для вас, для души. Итак, давно я не сходил сюда, вообще очень-очень давно соскучился по всему этому. Так, это у нас Уинстон. Добрый день. Как ты у нас поживаешь? Мы трогали... То есть универсальный русский Крофт Маннер. Мне даже... Помните, как в комментариях Осина все говорила, о, насколько глупее Крофт Маннер в этой игре? Честно сказать, я не думаю. Я думаю совершенно по-другому. Думаю, здесь он намного, ну, не скажем, интереснее, но я думаю на том же уровне. Здесь тоже много всякого интересного, чего можно посмотреть. Что я говорил про то, что, типа, что сделали с игрой, сейчас выпускает Tomb Raider Definitive Edition. Я уже вроде высказывал свое мнение в группе о ней, но дело в том, что так, я забыл, как пускать Grapple Hook. Подождите. Треугольник, вверх, вниз. Grapple Hook у нас не пускается. Хорошо. Иде его найти. Он должен быть... Ну ладно, пойдемте сюда. Так. Сначала... Хотя нет, давайте пойдем сначала в... По-моему, мы не сюда пришли. Сейчас... Я просто помню, я все помню, как здесь проходить. В отличие от New New Nursery, я вообще на слепую проходил. Здесь я, по идее, помню, как все это дело проходится. И мы сейчас попробуем все собрать. Если все соберу, если у нас все-таки получится получить трофей какой-нибудь, то тогда я... Ну, напишу в названии видео, что это стопроцентное прохождение Крофтманера в Эдженде. Что будет даже плюс к моему каналу. Так. Ну, первые рычаги, это мы все знаем. Что насчет Tomb Raider Definitive Edition? Я понимаю, если, например, Tomb Raider Definitive Edition не выходила на ПК. Но она выходила на ПК, в первую очередь. Во-вторых, ей всего год. Можно выдать такую же картинку, как в этом гребанном Definitive Edition. Уже было в тот момент. И дело в том, что они... Меня просто берет злость от того, что они перевыпускают игру даже на ПК. То есть не просто там, как эксклюзив консольный, а еще и на ПК ту же версию выпускают. Просто добавив некоторых пару эффектов, изменив рожу Лары, сказав, что это вот вам новая игра, покупайте за 37 фунтов. Что является где-то в районе 1500 рублей. Я не понимаю. И люди... То есть я даже недавно столкнулся с тем, что люди оказываются и даже рады купить. Все это дело. Что даже как-то печалит, честно сказать. То есть фанаты игры были недовольны. То есть ремейком этой игры, то есть она называлась Survival там какой-то еще что-то, что-то Survival там все дела. Но никаким Survival это не было. Потому что... Там далее поохотиться на олене всего один раз за всю игру. И больше к этому мы не возвращались за всю игру. Никакого Survival там не было. Не нужно было искать Supplies, как например The Last of Us, чтобы выжить. Какие-то там... Ну как Supplies, всякие там, знаете, вещи, которые помогли бы нам. Так, давайте зайдем сюда. Здесь, по-моему, кабинет нашего отца, если не ошибаюсь. Говорят то, что люди, ну, предзаказывают эту игру. То, что они поддерживают девелоперы. Они просто дают им возможность создать такое же говнище в следующий раз. Так, книжечка у нас не нажимается. Ничего, ничего, ничего. Почему не нажимается? Ты уверена, что пуля не отсоскочит от стены и не попадут мне в лицо? Не волнуйся, Алистер, они падают сразу на пол. Я же обещал тебе ничего больше после того инцидента, помнишь? Твой энтузиазм действительно inspires меня, Лайлзиазм. Не будь саркастиком, Алистер. Это неправильное. Так, что я подобрал, интересно. Не знаю, что я подобрал. Ты не уходишь, а ты? Ты не идешь на улицу, а? Пока не иду, если тут столько всякого всего, чего можно посмотреть внутри. В общем, вы поняли мою позицию. Я не понимаю, если можно было сделать такую же графику на ПК уже, то выпуская это все, переиздывая все это на X-Gen, ладно, я понимаю, на PS4 и на Xbox, но делаю ту же цену. Это как-то странно. То есть, игру ПК хотят еще раз продать. Да, то есть, получается, что люди поддерживают этих девелоперов, которые создали игру, вообще не давая дань никакой из серии игр старых, вот этих вот трилогий, или, например, совсем старых. Так, здесь почему-то... Так, вот здесь что-то должно быть. Ага. У нас еще один щит. Ладно, об этом, об этом говнище. Я, честно сказать, немного опечален всей этой игровой индустрии, как люди действительно поддерживают какое-то говно, которое не стоит того. Так, сейчас... Здесь что-то... Вот. Я точно помню, Грэппл Хлоп должен в начале даваться, но почему-то у нас его нет. Я не понимаю. Давайте его искать. Где он может быть? А-а-а, все, вспомнил, где он. Так, он в самом-самом-самом-самом начале. Сейчас побежим туда, давайте. Сразу надо было туда идти, я что-то тупанул. Так, мы сэкономили много времени. Потом... Ой, я думал, смогу спрыгнуть. Потом я бы хотел вам рассказать маленькую историю со страйками на моем канале. Все-таки можем теперь порадоваться. Мой канал Чист, можем... Привет, Зип, привет, Лара. Можете порадоваться за меня. У меня сняли... У меня канал теперь Чист, да. То есть на нем ни одного страйка. Никаких там... Violations of the Rides и так далее. У меня все зелененькие лампочки горят. Вот, теперь мы можем пускать его. Так, давайте теперь... Вот что сделаем. Вот что я хотел сделать. Возьмем вот это... Дело. Так, теперь... Хотел бы я пойти... И вот с этим разобраться. Что-то здесь надо сделать, но не помню что. Ну ладно. Так, не-не, мы здесь... Мы здесь были, мы здесь были. Не появились у нас книги почему-то. Может быть потом появятся, кстати, сказать. Давайте, значит, направляться уже в другое место тогда. А, в кабинет. Опять в кабинет. Помните, там было наверху... Эм... Значит... Значит... Такое... Как рычаг или перил какой-то, за которым можно было потянуть. Так. Вот. Все. Говорит, что... Вижу, тебе не нужна помощь. Я спросил Уинстона, чтобы установить руководитель для тебя, но он даже не предложил ответственностью. Он, наверное, думал, это была ретологическая вопроса. Я бы. А теперь Алистер жаловался на то, что когда Уинстон тебе никогда не помогал, а ты на меня жаловишься, что я тебе не помогаю. Так. Здесь вот язычок. Здесь какой-то монолог в очень умном английском, который я не смогу вам прочитать, перевести. Вот здесь у нас щит. Так. Побежали наверх. Оу. Мне дали трофей. Спасибо. Так. Мы вернулись. Не уверен, что здесь что-то еще есть, что можно было бы... Музыку может включить. Я не уверен. Давайте еще раз посмотрю. Я, значит, вот здесь. Вроде здесь ничего такого нет. По идее. Только вот за кроватью было, как мы знаем. Давайте тогда направляться... Куда? В переодевалку? Что-нибудь переоденем. Change my outfit. Так, у нас Legend. Winter, NoCode, SpecialForce. А у нас нету плавательного костюма. Очень жаль. Я думал, я его выбрал. Надо было какой-нибудь купальник выиграть. Казарез бы обрадовался. Так. Бежали, значит, куда? Нам теперь вниз. Не уверен, почему книги нельзя еще трогать. Мы, видимо, потом можно будет их тронуть. Вот. Сейчас давайте сюда пойдем. У нас здесь должен быть бассейн, по идее. Так. Не здесь, не сюда мы пришли. Подождите-ка. Не ту дверь мы взяли. Здесь мы вернемся сюда еще чуть-чуть попозже. Не уверен. Там будет... Как помните, в универсале у нас был такой проход через бассейн. Специальный. Под водой. Что поможет нам туда попасть. Дело в том, что как... За что я получил первый страйк? Помните? Ну, какие-нибудь хардкор фаны помнят. Я загрузил видео насчет... По... Типа, там, носки с сандалями. Там было видео. Такое анимационное видео, которое я спер у чувака. Ну, просто как бы скачал. Изменил музыку. Там более смешную поставил. Загрузил на свой канал. Просто для лулзов. Короче, потом мне заблокировали это видео. Дали страйк. Сказали, что хер ли я использую дафтпанковскую музыку. И еще... То есть... Я, значит... Ну, страйк мне не дали. И я потом оспорил. Пытался оспорить это видео. Почему-то. Не знаю, зачем я его спарил. Идиот полнейший. В общем... И мне дали из-за этого страйк. Но это... Ладно, я получил по глупости. Я ждал 6 месяцев, пока мне его снимут. Но все равно я... То есть, какие у вас убирают возможности, пока вам дают страйк? Вам нельзя стримить? Вам нельзя делать видео невиданными? То есть, анлисты, да? Скажем так. Анлисты, значит... Ну, как... Не видно... Ну, как... Скрытые видео. Не то, что приватные. Приватные мне можно делать. Но скрытые нет. Например, вы выложили видео, да? Но не хотите его выкладывать на канал, а просто как бы скинуть друзьям посмотреть. Вот. Опцию меня убрали. То есть, мне всегда нужно было делать приватным. Потом разрешение друзьям через аккаунты Ютуба делать. И все такое. В общем, вот такая вот морока. Мне его должны были снять. И в январе... Сейчас вот январь как раз. Мне его сняли. После того, помните, как я загружал видео? Вот сейчас вот было The Elder Scrolls Online, бета-версия игры. Я получил ключ на бета-версию. Я в нее поиграл и благополучно записал. Но глупый гет не был ознакомлен с тем, что нельзя записывать видео на бета и выкладывать в Ютуб тем более. В общем, по их правилам, то есть, каким-то. И мне вхерачили второй страйк. Вот такая вот получилась вещь. В общем, очень печальная история. И я после этого испугался, значит, опять мне дали страйк. Но тут-то убрали, хорошо. Потому что если бы дали мне еще третий страйк, то мне бы просто удалили канал. И со всеми видео, и тут сейчас опять на английский. Сейчас сюда теперь вернем. Получим язычок. И я, честно говоря, растерялся. И я написал письмо Zenimax Online. Это те люди, которые с бссдой создавали... Если вот... Skyrim Online, как я его называю. Ну, The Elder Scrolls Online. В общем, он дал далеко не Skyrim. В общем, по движку и по тому, что мы его могли видеть. Первые, кто люди успели посмотреть. В общем, дела такие, что я очень сглупил. И после того, как я им написал, я даже не надеялся. То есть, я даже первый раз, когда получал страйка за глупости свои, я им писал, что типа, ой, извините, все дела. Вот. Это когда... Так, это потом. А, ну ладно, сейчас, зачем я это трогаю. Давайте попробуем как-нибудь... Вот так вот. Сейчас, по идее, можно будет... Ага. Отлично. Я написал за ним Аксу Нану, типа, извините, что я так сделал. Бинокль мы собрали. Я не знаю, зачем он. Он нам вообще нафиг не нужен, честно сказать, в этой... Он нам не поможет не собрать никакое сокровище, ничего. Он просто здесь лежит. Вот. В общем, такие дела. Так, у нас здесь куст опустится, но дело в том, что... Как мы уберемся с этой кнопки, он поднимется. Поэтому нам нужно взять этот шар. Вот так вот. Ага. И я написал им... И, в общем, вы знаете, сегодня с утра я проснулся, и я вижу письмо от Denimax Online. И они мне ответили, что, типа, ты знаешь, мы тебя простим. Я написал им, что тут, вы знаете, я не хотел никаких нарушить прав. Я просто даже не знал, что можно было загружать видео на английском. Я им написал все это дело. Сказал, что извините, пожалуйста. Я, как бы, не собирался никаких там не продать это видео, никакие ваши права там оскорбить, ничего такого. Я, честно говоря, просто занимался летсплеями. И я уже как два года этим занимаюсь, и 340 видео. Я бы наврал, что я никогда страйков не получал, что это первый раз. Может, как-нибудь можно это решить все это дело. Они написали, да, можно решить, только вот ты давай удали это видео. Мы тебе, как бы, значит, ну, вот один раз мы так сделаем такую простительную тебе санкцию. Уберем, значит, клеймо, это с нашего, с этого видео. Поможем тебе, в общем. Вот так, окей, окей, спасибо. Значит, как только они убрали страйк, я удалил видео, и все. И у меня канал весь зелененький. То есть, без всяких проблем у меня нету страйков никаких. То есть, видите, даже можно написать письмо девелоперам, они вроде как откликаются. Но эти откликнулись, другие могут не откликнуться. Так, у нас вот здесь еще одно. Такое вот дело. Так, здесь вроде все собрали мы, если я не ошибаюсь. Вроде как. Ага, давайте впрыгать вниз. И плыть сюда. У нас здесь еще одно сокровище. Честно говоря, я хочу какой-нибудь Tomb Raider поиграть, честно. Сказать, хочу новый Tomb Raider. Не тот, что который сейчас. Хочу вот такой, как вот старые наши, старые добрые такие. На движке Legend или, знаете, или Anniversary. Очень круто было бы увидеть новую игру. Честно, скучаю. Ну, сейчас играю, у меня прям такая ностальгия пробрала. Так. Сюда. Сейчас будем по обстановке разбираться. Так, тихо-тихо. Я спешил, как всегда. Криво что-то нажал, и она у меня упала. Так, теперь сюда. Теперь надо как-то так сделать, чтобы она развернулась. Как мне... Вот так. Ага. Теперь нам на эту сторону. И вон туда. Так. Вот так вот. Здесь вот надо аккуратно, чтобы не ступить ничего. Так, я не знаю, нам по-моему туда не... Сейчас, вот смотрите, у нас два выхода. Значит, мы можем... Туда прыгнуть. Налево. У нас вряд ли получится. Давайте сначала сюда. Значит, спускаемся. Вот так вот. А, но у нас все равно сюда придется. А, ну да, все правильно, все правильно делаем. Здесь у нас не получится. Или получится. Подождите. Ага. Вот так у нас, в общем, такие вот дела. Я думал, там наверху сначала мы обставляли. Видимо, нет. Так, теперь у нас смена обстановки. У нас, значит, берем вот эту вещь. Двигаем... Подожди, подожди, что делаешь? Подвинули? Вот, вот так вот. И двигаем вот эту вещь. И идем и прыгаем сюда опять. Странно, как я это все помню. Давно проходил, честно сказать. Нет, 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 сначала наверх. Чего нам тут собрать вечно? Наверху. Теперь спрыгиваем. И прыгаем. Ура. Так. Надеюсь, мы все соберем. Потому что... Опа-ньки. Сюда. Сюда. Да. Мне очень печально, что эту игру не оптимизировали. Очень, ну, нормально для PS3. Потому что она могла бы здесь великолепно выглядеть. Видите, какие квадратные тени здесь. Как-то все некрасиво выглядит. Не знаю, на ПК, конечно, лучше. Это понятно. Потому что ее для ПК, в первую очередь, создавали. Так. Так, сейчас такой какой-то очень кривой кружок у нас был. У нас все получилось. И мы получили наш щит. Наш щит. Факинг щит. Так. Теперь нам нужно собрать тот щит. Так, давайте. Ну как, в первую очередь прыгаем сюда. Так вот. Но сначала, да, вот тот впереди надо собрать. Так, вот так вот. Так вот. Вот так. Здесь, видите, можно разные способы. Либо направо было прыгать, либо налево. Вот так. Вот так. Теперь. Здесь всего лишь нужно спрыгнуть. По поводу, говоря о планах на моем канале. Вы знаете, ребята, у меня нет времени этим всем заниматься. У меня сейчас университетская работа, столько. Все просят Армагеддон. Знаю я, Армагеддон. Да, 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 да. Все дела. Но дело в том, что у меня нет времени пока вообще ничем заниматься. Я пока занимаюсь пока тем, когда есть желание. Потому что Армагеддон, вы сами знаете, что я эту игру не люблю. Я записываю конкретно для вас, и вы меня очень расстроили. Уже сколько времени прошло, Армагеддон не может набрать даже одну шестую просмотров того, что собрал этот... Theception. Вот. В общем, у меня нет желания его делать ни для себя, ни для вас. Потому что больше я не буду ничего для вас делать. Вы хоть меня убейте. Потому что меня вы расстроили. Так, подождите, нам... Если мы это покрутим, нам это ничего не дает. Вот так вот. Либо... Подождите, если можно еще... Сейчас. Сейчас, 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 что-нибудь придумаем. Но, по идее, у нас два способа. Либо мы вот там вот как-то косячно прыгаем. Не, у нас тут не нужно. Там ничего не надо. Значит, сюда. Значит, там просто так, видимо. Бывают такие моменты. Это же в универсии были такие места, где просто прыгаешь, как бы, для себя. Там ничего дальше... Никакого плюса от этого не будет. Ни счета скрытого. То есть, дорога в никуда, скажем так. Вот. Вот здесь вот так вот надо нам... Перевернемся. Отлично. И собрали этот щит. Так, теперь у нас наверху нужно что-то собрать. Вон, вот там вот. Значит, как нам туда попасть? Нам нужно попасть вот сюда. Как-то. в общем, да, я топанул. Надо было на самом верху, когда мы там были. Надо было сразу... Сейчас опять на лестнице, по идее. Она отодвигается, да? Сейчас я отпущу. Она... Она отодвигается. Что печально. Так. А что же нам тогда можно будет сделать? Нам нужно вот туда наверх. Так, давайте туда наверх забираться. Сейчас сделаем. Вот так вот. Сейчас что-нибудь придумаем. У меня сейчас конкретно три прохождения... Я знаю, что у меня сейчас три прохождения конкретно висит на канале. Это... Metroid Prime Hunters. Ой, Prime 3 Corruption. Значит, и Armageddon. Еще висит так вот, легонечко так, он как-то все... Про него все забыли, и я даже рад. Висит Bug's Life. Мы его... Как я для себя так проходил. Скажем так. Так, сейчас назад. О, блин. А что она не зацепилась, интересно? Подождите, 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 я не понял, что-то не то. Что-то не то. Вот она должна была зацепиться, но она не зацепилась. Так, может, ага. Так. Надо прыгать. Теперь. Здравствуй, Вовкин. Да, точнее, до свидания. Чувак, с которым я когда-то в Tekken поиграл, так с ним и больше не играл. Так. Оп, паньки. Вот так вот. Сейчас я немножечко подвинусь сюда. Оп. Двигаемся на край. Оп. И туда. Фух, 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 фух. Чуть не упали. Отлично. Собрали эту вещь. Так, давайте осмотримся, как нам попасть вот туда. Мне вот это очень интересно. То есть мы никаким фигом не сможем придвинуть. Или сможем. Подождите. То есть... То есть мне нужно попасть вот туда. Я только вот этот вот вижу смысл. Больше никакой. Так. Давайте попробуем вот так вот, значит, запрыгнуть, как я подумал. Так, мы посмотрим. У нас... То есть два щита здесь осталось всего. Фиги. Оп. Нет, нет, не сюда. Вот сюда вниз. Так вот. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас как-то мне каким-то фигом надо запрыгнуть вот сюда. Но как? Лол. Вот это странно. Честно сказать, не понимаю. Что произошло, лол? Так. Дайте подумать. Честно говоря, не уверен. Не думаю, что это получится. Ага. То есть вот такие дела. Я даже не мог подумать, что оно все вот так вот. То есть как мы отодвигаем лестницу, она сама подвигается. Ну, каким хером логики я должен был это додумать, интересно. Я уже даже не помню таких нюансов, когда первый раз проходит. Так. Значит, нам сюда. Сейчас нужно. Угу. И вот так вот. У нас остался последний щит, который... Который у нас вот там вот. Но нам, как всегда, я не подумал наперед. Но у нас нужно как-то не поднимать. Он там? Да. Значит, что мы делаем? Мы идем сюда. Опаньки. Вы знаете, я вот, как только у меня будет свободное время, более-менее, я продолжу все прохождения. И метроид мы пройдем. Конечно, там вообще очень много еще осталось. Там еще серии на 20. Там игра достаточно длинная. Я... Ой! Обязательно пройдем что-нибудь. Я не опять... Не... Тупанул. И... Армагеддон мы пройдем. Там-то мало осталось. У меня тем более... Следующая серия-то записана. Я просто не выкладываю их, пока не запишу наперед. Еще одну. Обычно так всегда действую, чтобы потом в конце была кнопочка. И чтобы люди могли нажать и перейти на следующую серию. Я знаю, я люблю вот такие вещи делать. Многие вообще не запариваются с концовкой. А я обычно делаю. Так. Так вот. Вот так вот. Оп. Так. Здесь мы все собрали. По идее, все. Я больше не знаю, чего мы здесь не собрали. Все здесь есть. Да. Все, пойдемте отсюда тогда. Здесь такой красивый холл. Видимо, здесь теплица. Чекполь. Там мы дальше было за улицей теплицы. Так. Давайте пойдем. Значит, отсюда. Теперь мне нужно разобраться вот здесь, как в холле активировать вот эту вот фигню. Видите, этот кубик. Здесь должно выезжать кое-что. И надо вспомнить, как это все делается. По идее, все это делается таким вот образом. То есть, что-то нужно сделать здесь. Вот что-то... Вот. Что-то вроде того. Это нам ничего не дало, честно сказать. Знаете, попробуем. Ага. Ничего конкретного нам это не дало. Так. Что-то с этими вот нужно... Честно вам сказать, я запутался. Я больше не знаю, что делать. Так. Ну, давайте последовательность действия. Так. У нас, по идее, должны были двигаться книги. Вон там. В нашем кабинете нашего отца. Я не знаю, почему они не работали. Но они должны в какой-то момент заработать. Потому что это вообще не дело. Это очень странно. Так. Вот. У нас, наконец-то, книга вытащена. Знаете? То есть, все. Вроде все как работает. У нас одна книга наверху. Вот только нету. Сначала нужно, а вот эту. Потом нужно вот эту книжечку. И потом нужно пойти книжечку вот здесь где-то нажать. Ага. И у нас супер-секрет. Я знаю, я тоже долго фигачился. Опять текст на умном английском. Дело в том, что здесь вот... Откуда мы должны знать такой факт, что... Что, например... То есть, после бассейна, после всего, что мы сделали, нужно прийти еще сюда раз. То есть, я книги буду вытащены. То есть, это действительно тупо. Я теперь понимаю, что Асина имела в виду, когда... Когда... Леджинский этот... Может быть, немного глупым. В общем... Да, бывает, конечно. Какие-то такие вот. Теперь у нас есть языки, наконец-то. Вот теперь я вижу. Теперь... Вы теперь понимаете. Я вроде все как-то правильно думаю. Но каким-то фигом здесь не было этих языков сначала. Так, аккуратно. Отлично. Так. Он теперь нам спускаться. Нет, давайте спрыгнем. Ну, он сказал, что по этому умному английскому я мог понять, что он говорил, что нужно повернуть эту статую к солнцу. Соответственно, вот такая вот вещь должна случиться. И последний щит. Так, ну давайте попробуем его собрать. По идее, нам должны дать трофей, потому что я его не собирал. Я его собирал на PlayStation 2 версии. То есть, все это дело я вам очень долго все это дело проходил. Так. Ну, ну, трофей? Нет? Ну? Да? Ну? Чекпоинт? Нам не дает трофей. Ну, это очень странно. Потому что я все-таки что-то не собрал. И вот он, ребят, щит, который я как раз забыл. Который я проморгал. Это вот он где. Он за статуей. Сейчас мы его соберем. По идее, нам должны дать трофей. Если мне его не дадут, значит, я вообще полный лошара. Потому что я где-то, значит, еще один забыл. Сейчас попробуем до него добраться. Я просто сейчас бегал, смотрел, что я проморгал. Что я, ну, как бы мог проморгать. Осы бли. Вот. Как видите, ленджиновский Крофтманер не такой уж и плохой, как он может на первое время показаться. Он, конечно, вышел первее, чем универсеровский. И он как раз задал вот эту вот марку интересности особняка Лары. В общем, вот, вот здесь вот мы проморгали. Сейчас поедином должны дать профей. Трофей. И нам его не дают. В общем, я не знаю, ребят. Я посмотрел, кстати, еще в трофее. То есть там даже нет такого трофея, который дает вам награду. Или какой-нибудь трофей за то, что вы собрали все в Крофтманере. Мне кажется, просто потому что я все собрал, не значит, что мне дадут трофей. Так что, вроде как, мы все собрали. Я даже не знаю, что вам еще показать здесь. Здесь вроде ничего больше нет. Честно вам сказать. Я ожидал трофей, но мне его не дали. Я теперь грустный. Поплаваем. В общем, надеюсь, вам понравилось это видео такое. То есть мы, наверное, и не ждали его. Он нафиг не нужно. Но хоть какие-то, может, апдейты, и что-то вы из него извлекли. Так что, я думаю, увидимся с вами в каких-нибудь следующих сериях, следующих прохождениях, или прохождениях, которые еще нужно завершить. С вами был Гет, это был Tomb Raider Legend, Крофтманер, или поместье Крофт. Всем пока и удачи. Получается, я все-таки все собрал. Если мне дают такую менюшку. Честно сказать, я выключил запись, и мне, как только выхожу, мне... В общем, вроде как все собрали. Ладно, ребят, давайте, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok